Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас расклад на ваши финансы. Давайте посмотрим, что у вас сейчас с финансовым потоком, с финансовой энергией. Что вам мешает больше получить денег, может быть на что-то обратить внимание, как-то заработать. И если у вас есть проблемы с финансами, или как вам выбраться из финансового тупика, или просто получим совет от карт. У нас будет 4 варианта. Подумайте о ваших финансах, о ваших деньгах. И выберите один из 4 вариантов. Желтый у нас первый, второй черный, третий у нас это горный хрусталь, и четвертый это красная яшма. Выбирайте, пожалуйста, ваш вариант. Давайте посмотрим, что с вашей финансовой энергией. Хорошо, если вам нужно больше времени, ставьте видео на паузу, а мы начнем с первого варианта. Для тех, кто выбрал первый вариант, желтый камушек, давайте посмотрим, что у вас с финансами. Что вам мешает больше получить или получить больше, или заработать. Или, может быть, как-то избавиться от каких-то финансовых проблем. Ну и совет от карт. Так, финансы у людей, которые выбрали первое. Что у вас сейчас с финансами? Что вам мешает получить больше денег? Да, у вас тут три старших, два старших аркана и оба суды. Неинтересно. И совет от карт. Ох, ну ничего себе у вас карты. Так, здесь были какие-то потери. Может быть, потери работы, может быть, потери денег. Смотрите, у вас три старших аркана. Одиннадцатый, двадцатый и двадцать первый. Так, хорошо, давайте уточнять. Может быть, вы сейчас принимаете участие в каком-то судебном процессе. И оттуда у вас ждете поступления. Может быть, вступление в наследство, дележка имущества. Может быть, вас незаконно уволили. И вы сейчас оспариваете это в суде. Ну, давайте уточним. Так, справедливость, как бы она показывает, что у вас, ну да, баланс. Тут у вас что-то с имуществом. То ли вы разъезжаете, сделите. Ну, скорее всего, через суд. Да, десятка пентаклей – это или деньги семьи, это наследство. Или, если, например, у вас был развод, то это раздел имущества через суд. Вот, потому что здесь тоже у нас суд лёг. Что вам мешает больше получить денег? Старший аркан – страшный суд. Что вам мешает? Вам нужно избавиться или освободиться, то ли от сковывающей вас ситуации, то ли от давлеющего над вами человека. Ну, что вам мешает? Вот решение суда будет, и ничего вам мешать не будет. Это перемена к лучшему. Ну, давайте уточним. Да, ну тут из-за какого-то разрыва, конфликта. Да, в принципе, тут нужно просто подождать, когда суд примет, причём, вашу пользу, решение суда будет. Ну, вот тут, да. Так, ещё одну карту. Да, здесь, тот разрыв. Да, скорее всего, кто выбрал первый вариант, тут у вас делёжка. Или вы делитесь, наследство делите, или у вас развод. Вот, ну, у вас старший аркан – мир. Как в совет, всё будет хорошо. То есть вы добьётесь успеха. То есть карта говорит, все ваши усилия, все ваши тревоги, переживания, всё увенчается успехом. Это именно завершение одного этапа нашей жизни и начало другого этапа. То есть у вас закрылась какая-то дверь. Скорее всего, связана или с отношениями. Ну, может быть, здесь у вас был какой-то ещё семейный бизнес. Но старший аркан – мир, эта карта несёт надежду на будущее. Поэтому здесь всё, здесь у вас всё разрешится. Финансы, как суд примет. Может быть, из-за этого карантина, да, затягивалось решение вопросов. Было очень много страхов. Были, скорее всего, очень большие конфликты. Всё это вам мешало, да. Но всё будет хорошо. Да, здесь разбитое сердце. Здесь, скорее всего, развод, раздел имущества. Но всё, вы добьётесь успеха. И у вас начнётся жизнь с чистого листа. Поэтому с финансами у вас всё будет хорошо. Ну, может быть, чуть-чуть затягивается этот вопрос. Но я бы не сказала, что так надолго. Вот такой у нас получился первый расклад. Я желаю вам удачи. Всего вам самого хорошего. До свидания. Хорошо. У нас для тех, кто выбрал второй вариант. Чёрный камушек. Давайте посмотрим, что у вас с финансами. Что вам мешает получить больше денег. И какой совет вам дадут карты. Так, финансы. Для тех, кто выбрал второй вариант. Чёрный камушек. Что у вас с финансами сейчас. В принципе, всё стабильненько. Но весы висят. То есть весы в равновесии, в балансе. С финансами у вас сейчас всё нормально. Хорошо. А что мешает вам получить больше денег. Заработать, может быть. Мак. Ничего вам не мешает. Всё в ваших руках. Всё будет зависеть только от ваших действий. Или от вашего бездействия. Хорошо. Совет от карт для вас. Смотрите. У вас Пентакли и Мак. Я вообще не вижу здесь проблем. У вас, во-первых, шестёрка говорит о том, что сейчас у вас всё стабильно. Тут может быть повышение зарплаты. Какие-то выплаты от государства. Может быть, какие-то детские. Что-то ещё. Здесь может быть помощь. Например, вы молодые люди. Может быть, вам помогают финансовые родители. Но я не вижу здесь проблем. Да. Может быть, хочется больше. Но карта ложится. Старший Аркан Мак. Как правило, эта карта выпадает очень честолюбивым людям. И она говорит, что действуйте. У вас сейчас огромные возможности повысить свой материальный статус. Заработать. Начать что-то своё. Вот здесь вот, как совет, это сплочённая команда. Да. Это может быть какой-то свой семейный бизнес. Может быть, она ещё говорит о том, что для того, чтобы вам повысить свой статус, может быть, получить какую-то хорошую должность. Хотя вы сейчас можете договориться с кем угодно. Мак, он обладает красноречием. Он обладает даром, ну, внушением, наверное, да. То есть вы сейчас можете решить любой вопрос. Какой вы не захотите. Только действуйте. И вселенная вам сейчас вот что-то новое начать. Смотрите, может быть, у вас была идея начать какой-то свой, например, семейный бизнес. Да. Вот каждый занимается каким-то своим делом. Может быть, карта говорит с кем-то скооперироваться для того, чтобы опять что-то начать. И здесь очень хорошие перспективы. Или найти хорошую работу, но здесь вас будут как бы оценивать. Вам нужно будет показать, на что вы способны, что вы умеете. Ну, или работа именно в каком-то слаженном коллективе. Или, как я сказала, ещё чему-то обучиться. Ну, я тут даже вам уточнять не знаю, что. У вас вообще здесь всё предельно понятно. Здесь ещё старший аркан умеренность. Баланс, гармония. Принимать, действовать активно. Но у нас ещё умеренность, конечно, это ангел времени. Как бы он говорит, да, вы начинайте, действуйте. С кем-то, вот, может быть, с кем-то, какой-то свой бизнес. Но делайте всё спокойно, без рывков. Как бы соблюдая баланс и гармонию в душе. Но вот именно карта говорит, что всё в ваших руках. Это у нас ведь препятствие, да? Но здесь очень хорошие возможности, хорошие перспективы. Здесь начало карьерного роста. Тут удача в бизнесе. Здесь карта хорошей торговли. С чем, откуда вы зарабатываете деньги. Если куда-то поступить на хорошую должность, да, покажете все свои таланты, вас оценят. Здесь удачная сдача то ли какого-то проекта, то ли экзаменов, то ли прохождения, тестирования. Я не вижу у вас здесь преград. Всё будет только зависеть от вас. Поэтому сейчас для вас настало время именно проявить инициативу. Показать все свои таланты, все свои дарования. Составить какие-то, может быть, переговоры, договоры. Ну, здесь вам, в принципе, здесь нет преград. Потому что мак, он может справиться с любой задачей. Правда, что? Вот такой у нас получился второй расклад. Поэтому действуйте. Всё у вас получится. Я благодарю вас за просмотр. Удачи вам. До свидания. Хорошо, у нас расклад для тех, кто выбрал третий вариант. Горный хрусталь. Давайте посмотрим, что у вас с финансами. Что вам мешает получить больше денег, больше заработать. И совет от карт. Может быть, на что-то вам нужно обратить внимание. Или что вам предпринять. Третий вариант. Горный хрусталь. Хорошо, что у вас с финансами сейчас. Хорошо, что вам мешает получить больше денег. Действовать надо начинать. И совет от карт. Ну, сейчас, да, ограничения. Ограничения, нехватка. Конечно, я здесь не вижу, что вы там потеряли работу, предположим. Тут у вас вообще десятка кубков. Так, это мы сейчас ещё вернёмся. По восьмёрке здесь, да, может быть ограничения именно финансов. С чем они у вас связаны, ну, давайте посмотрим. Так. Конкуренты. Ну, старший орган солнца. Может быть, вы сейчас трудитесь над каким-то своим проектом, что-то связанное с творчеством, и очень много конкурентов. Вам тяжело пробиться. Так, это у вас сейчас. Конечно, солнце говорит о реализации в творчестве, о каких-то новых идеях. Ну, раз у нас восьмёрка легла как ограничения, значит, вам очень тяжело конкурировать в той сфере, которую вы выбрали. Хорошо. Здесь давайте посмотрим, что вам мешает заработать больше денег. Слишком много желаний, слишком много иллюзий, а действий здесь нет. Уже пора действовать. Вот по семёрке у человека очень много желаний, очень много проектов, какие-то планы, идеи. Но всё это пока летает в облаках. Карта говорит, возьмите один проект, начните его реализовывать. Добейтесь успеха, берите следующий. Не разбрасывайтесь на всё. Но здесь пока что вы думать-думаете, но действовать вы не действуете. Так, что вам нужно предпринять? Ну, начинать. Начинать что-то новое. Причём надо делать то, что доставляет вам радость. То ли какой-то бизнес, то ли какой-то проект, то ли, может быть, что-то вот с творчеством. Ну, в принципе, вы что-то начали. Смотрите, у вас семёрка, восьмёрка, девятка, десятка. Карта говорит, вы добьётесь успеха. Но здесь что-то связано, то ли с семьёй, с каким-то своим, может быть, семейным бизнесом. Паш Пентакли говорит, что вот есть уже какой-то проект, может быть, какой-то новый замысел. Это ведь именно карта говорит о... Куда-то то ли вложиться, то ли кто-то вам такое может... Может вам поступить такое предложение. Здесь ведь ещё попажу, что кто-то вам может оказать помощь для того, чтобы вы реализовали здесь карты исполнения желания. Это карта успеха. То есть человек добивается того, чего он хотел. Это очень хорошая перспектива. Это когда у нас есть уверенность в нашем настоящем, но ещё и в нашем будущем. Вот для этого вам нужно... Знаете что? Смотрите, я поняла. Есть ограничения. Что-то начали, но тяжело пробиться. Карта говорит, вернитесь в начало того, как вы начали этот свой бизнес и сделайте всё по-другому. И тогда вас ждёт удача. Вот восьмёрка, это именно отказаться от того пути, скорее всего, вы зашли в тупик. Здесь нужно ставить новые задачи. То ли попробовать как-то по-другому, обойти конкурентов, то ли какая-то другая сфера деятельности. Вот здесь ведь видите, тут у него семь планов, семь кубков. Вот вы начали какой-то один. Видите, нет продвижения. Возьмите что-то другое. Так, как вам выбраться? Вот как вам выбраться из финансового тупика? И у нас как раз карта ухода. Карта, вот именно, когда человек зашёл в тупик, работал, работал и понимает, что вот тут восьмёрка, тут восьмёрка. Начались восьмёрки, закончили восьмёркой. Так, ещё одну карту совета. Да, ну вот тут карта говорит, пора менять свою жизнь. Менять не жизнь. Здесь мы смотрим работу, финансы. Здесь, я говорю, нужно вернуться как бы в начало того, как вы начали, и сделать всё как-то по-другому. Не знаю, может быть, вы понимаете, о чём я говорю. Я сама не очень сильно понимаю, но просто такая идёт информация. Тут ещё может быть поступление от кого-то, то есть как бы шанс заработать. Да, вот ваши-то планы есть, но они как-то, то ли они сюрреалистичны, то ли они сейчас, вы их почему-то не можете воплотить в жизнь. А тут вам поступает от кого-то предложение, то ли вложиться в какой-то бизнес. И вы получите тогда исполнение желания по финансам. Полное удовлетворение. И по десятке это, как бы, знаете, и тогда будет счастливый финал. Но тут может быть что-то связано с семейным бизнесом, я говорю. Но восьмёрка – это как совет. Вы не туда пошли. Как бы, то ли не в том направлении. Ну вот как-то так. И в данном случае король жезлов или говорит, что у вас есть человек, который поможет вам. Вот может быть. Так, давайте ещё одну карту здесь. По новой всё начать. Опять кубки. Вы обратите внимание, у вас что-то связано с творчеством, скорее всего. Вот смотрите, десятка кубков, да? Добиваемся какого-то успеха и начинаем новое. То есть смена, как сказать, смена этапа. вот мы смотрим финансы, а у нас тут одни кубки сплошные. Смотрите, для того, чтобы вы сейчас смогли выйти вот из этих ограничений, вернитесь в начало этого бизнеса, пересмотрите планы вот эти, перестройте. может быть, может быть, вам нужно получить какой-то, у нас король жезлов, это человек, который, он добился успеха. Это может быть какой-то, он вам может помочь именно в бизнесе, в работе, в финансах. Дать какой-то совет. Это может быть, человек профессионал, может быть, именно там, где, в чем вы тут начали новое дело. И тогда у вас появится прояснение, вы поймете, как вам действовать. Тогда вы сможете вот это вот, вот это солнце, вы сможете реализовать. И здесь у вас очень хорошие будут перспективы. Ну, скорее всего, вы сейчас зашли в тупик. Вот как-то, как-то так. Может быть, вы понимаете, о чем я говорю. Но сделайте все по-другому. Да, очень сложно возвращаться опять в начало, но иначе вы будете просто топтаться на месте. Тут нет никаких... Или вообще закрыть этот проект, который вы начали, и начать что-то другое, но с чьей-то помощью. У меня для вас все. Я желаю вам удачи. Всего вам самого хорошего. До свидания. Хорошо. У нас расклад для тех, кто выбрал красную яшму. Давайте посмотрим, что у вас с финансами. Что вам мешает получить больше денег или больше заработать. Может быть, кто-то в кредитном рабстве, да, как вам выйти из кредитной кабалы. Ну, и как вам выбраться из финансового тупика, если он у вас есть. Если нет, то просто получим совет, на что вам обратить внимание. Четвертый вариант, красный яшму. И те, кто выбрать. Что у вас сейчас с финансами? что мешает вам получить больше денег? Совет от карт для вас. Так, ну, вы здесь что-то ждете, да? Поступление каких-то денег. То есть, вот человек, да, вот здесь у нас еще четверка, да, вот эта изоляция, конечно, повлияла на ваш бизнес или на какие-то ваши проекты. Здесь человек посадил семя и ждет, когда созреет урожай. То есть, вы понимаете, что, да, может быть, вот что-то вы уже получаете от того, куда вы вкладывали свои усилия. Но, как бы еще весь урожай, да, здесь, ну, вот, например, да, виноград. Пока он не созреет, мы его не можем собрать. Что нам делать с зеленым виноградом? И вы понимаете, что нужно ждать. Ну, я хочу все-таки здесь уточнить. Вот у вас четверка переходит в пятерку. Здесь еще четверка мячей. Да. Ну, очень много страхов. Есть неудовлетворение от того, как продвигается ваш или бизнес, или проект. Как приходят деньги. Рассчитывали вы, конечно, на большее. И уже сомнения. А нужен мне этот бизнес? Да, может мне его закрыть? Или нужна мне эта работа? Может быть, это продвижение по карьерной лестнице, но уж очень медленный. вы уже даже недовольны? Здесь еще может быть ожидание повышения зарплаты, и опять что-то ничего такого как бы не предвидится. И двойка мячей говорит, что человек уже и сомневается, оставляет ли этот проект, оставляет ли этот бизнес, оставаться на этой работе. Но двойка это нерешительность, потому что человек боится разбалансировать свою жизнь. Вот я сейчас уйду с этой работы, а вдруг я больше не найду? Или я закрою этот бизнес? Да, вот он мне уже и как бы не доставляет никакого удовольствия. А вдруг я вот ничего не начну, вообще все потеряю? Но вот эти сомнения нерешительности довели вас до того, что вы просто перестали вообще двигаться. Вот вы сидите разочарованы тем результатом, но лучше я вот посижу, но ничего делать не буду. А вдруг я сделаю еще хуже? Здесь нужно прислушиваться к своему внутреннему голосу, к своей интуиции, что вам подсказывает. Что вам мешает заработать больше денег? Как-то разочарование. Человек просто не видит перспектив. То есть вот эта четверка неудовольствия перешла в пятерку. Но здесь-то есть шанс то ли перейти на другую работу, то ли начать что-то свое. То с кубков это самореализация. Да, вот эти вот один кубок нам протягивается, три здесь стоят. Вот эти три у нас уже упали. Но два-то есть сзади. Есть какие-то шансы или заработать, перейти на какую-то другую работу. Или вот эти два кубка могут говорить, что есть у вас кто-то, то ли друзья, то ли родственники. Или они могут помочь найти другую работу. Или они вас вообще финансово могут сейчас поддержать в это нелегкое время. И вам вот это разочарование и нежелание что-либо делать. Человек стоит и плачет над этими пролитыми кубками. Ну и что вы плачете? От этого в вашем кармане денежки не появятся. Карта вам говорит, вот обернитесь по сторонам, посмотрите, какие еще есть возможности. Здесь у вас старший аркан, звезда ложится. Это именно надежды. Вот что вам мешает получить. Пятерка. Так, дьявол, ну, желание, желание что-то начать. Может быть, какой-то свой бизнес. Ну, еще здесь зацикленность на материальном. Мы же смотрим на деньги. Вы знаете, еще у нас дьявол, это может быть кредитное рабство. Здесь люди с ошейниками. Они не могут двигаться. Может быть, реально вы попали в финансовую кабалу. Но кто-то есть у вас, кто вам может помочь. А может быть, карта показывает вас. Да, здесь скорее всего финансовое что-то вы ждали, но скорее всего не получили то, на что вы рассчитывали. Может быть, какие-то выплаты. Может быть, вы ждали повышения зарплаты. Может быть, вы ждали поступления от того, куда вы вкладывали свои усилия. И карта говорит, что здесь то ли вы кредитов набрали. тут прям да. То есть, человек не знает, как ему выпутаться с какой-то очень сложной ситуацией. Но король жезлов-то у нас лег. Начинайте какой-то свой бизнес. что-то свое. Так, что мне тут вам еще посмотреть. Вот две пятерки, разочарование неполученного результата и, как правило, да, тяжелой финансовой ситуации. Смотрите, если король жезлов у вас такой есть, то, скорее всего, человек поможет вам выйти из сложной ситуации. Но еще иногда карта говорит, что она может показывать, что вам пора начинать менять свою жизнь. Вам нужно научиться наконец-то распознавать препятствия на своем пути и умело их преодолевать. Но для этого вам нужно совместить решимость и контроль. Контроль именно за финансами. Иногда эта карта говорит о каких-то может быть неправильном распределении финансов, о каких-то неоправданных тратах. То есть как бы вы может быть что-то купили крупное вот это желание что-то купить. Думали, что придут деньги, они не пришли. И получилось вот такое тупиковое положение. Хорошо. Совет. Как выбраться из финансового тупика? Старший аркан звезда. карта говорит, если у вас сейчас есть какой-то проект, на который вы возможно возлагаете большие надежды, то карта говорит, нужно действовать. Но это или удаленка, это или интернет. Но вы должны понимать, что по старшему аркану звезда, вот это что вы здесь начнете, то ли бизнес, то ли проект. Это будет очень долгосрочное. да, перспективное, но не так быстро все это будет. То ли вам здесь нужно показывать свои таланты, свои дарования, но это что-то связано то ли с творчеством, то ли с тем умением, которое может быть вы чего-то как специалист. Но она же у нас ложится как совет, она говорит, что вот судьба предоставит вам прекрасные возможности для реализации ваших планов. Поэтому вам нужно просто их использовать. Ставьте далеко идущую цель и начинайте воплощать ее в жизнь. Так, и что или кто вам может помочь? ваш опыт, тот, который вы уже наработали, им надо обязательно воспользоваться, чтобы не совершать те же самые ошибки, наступать на те же самые грабли. И просто вот фортуна, удача, удача поможет вам вот что-то реализовать, какой-то какой-то свой, то ли бизнес, то ли проект, то ли присоединиться к кому-то, может быть вот какой-то предложение вам поступало, но вы его почему-то отвергли, как-то засомневались и отложили в сторону, а вот карта-то говорит, что какой-то проект-то был перспективный, но вы на что-то другое рассчитывали, поэтому вы его рассматривать не стали. Да, у вас здесь три карты, но очень сложный получился расклад, но есть у вас шанс выйти из этой сложной ситуации, ведь у нас мы посмотрели с вами, что вам поможет выбраться, кроме звезды. Звезда это совет, начинайте свой собственный бизнес. Вот колесо фортуны, она показывает, что как-то текущее положение может резко поменяться, то ли откроются какие-то новые возможности, перспективы, появятся какие-то новые направления. И опять эта карта может говорить о каком-то новом проекте, который у вас получится просто начать, реализовать. Да, вам придется много работать, но успех у вас не за горами. Давайте еще одну карту для вас. Да, карта победителя. Поэтому действуйте, если какие-то предложения или вы сами о чем-то думали, то начинайте реализовывать, у вас все получится. Карта человек на коне. Это заслуженная награда за то, что человек куда вкладывал свои усилия, труды, над чем он работал и его ждет успех. Ну, тут и по звезде и по колесу фортуны будет какой-то удачный шанс у вас повернуть колесо в свою сторону и выйти из этого финансового тупика. Вот такой у нас получился расклад. Я желаю вам удачи, чтобы у вас все получилось. Всего вам самого хорошего. До свидания.